ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ ВОЕННАЯ ОБСТАНОВКА В СИРИИ 23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА Согласно источникам лояльным правительству, 22 февраля подразделения сирийской армии вошли и взяли под полный контроль ранее подконтрольные YPG районы города Алеппо. Представитель курдских отрядов народной самообороны YPG подтвердил новостному агентству Хавар переброску отрядов сирийской армии. Согласно опубликованному заявлению, отряды YPG выдвинулись из города Алеппо и направились в кантон Африн для участия в боевых действиях против турецких сил. Однако некоторые источники заявляют о том, что часть отряда YPG останутся в районе Шейх Максуд. Утром того же дня третья группа лояльных правительству бойцов вошла в кантон Африн. Вечером вооруженные силы Турции нанесли удар по еще одному конвою, который заходил в Африн. По данным турецкого генштаба, вооруженные силы Турции атаковали конвои из 30-40 автомобилей, которые принадлежали отрядам народной самообороны YPG, партии Демократический союз PYD, рабочей партии Курдистана РПК и даже ИГИЛ. Заявление о том, что конвой был каким-либо образом связан с ИГИЛ, выглядит абсурдным. Однако всем заявлениям турецкого генштаба касательно операции «Оливковая ветвь» присуще сообщение о неком присутствии ИГИЛ на территориях курдов. В то же время курдские источники опубликовали информацию о том, что данный конвой перевозил гуманитарную помощь и практически вошел на территорию анклава Африн через КПП Зияра. Некоторые источники заявляют о том, что в составе конвоя присутствовало неизвестное количество бойцов проправительственных сил. Между тем, Российское государственное новостное агентство «Спутник» со ссылкой на источник в силовых кругах YPG сообщил о том, что в результате предполагаемого соглашения между Сирийской армией и YPG, YPG собираются передать под контроль Сирийской армии город Талерифаат. Однако данное сообщение пока что не подтверждено. В районе кантона Африн вооруженные силы Турции и их сателлиты из свободной Сирийской армии отбили YPG деревни Рахманли, Сари-Ушаги, Курки-Джегин, Курки-Джерин, Аля-Раджу и Мегдад. На настоящий момент частичная реализация соглашения между Сирийской армией и YPG не сказалась каким-либо образом на действиях Турции на данной территории. Продолжились бои между Хаят-Тахрир-Ашам, бывшей Джабхадан-Нусра, и так называемым фрутом освобождения Сирии, коалицией группировок Ахрир-Ашам и Хракат-Нур-Аддин-Аззинке, в рамках того, что крупные СМИ называют демократической борьбой за юг провинции Идлиб и запад провинции Алеппо. Сообщается о том, что боевики Хаят-Тахрир-Ашам заняли деревни Кафр-Набль, Урум-Аль-Джаус, Кафр-Шлая и Кафр-Наа. Между тем сообщается о том, что фронт освобождения Сирии вошел на территорию деревень Ихсим, Иблин, Балуюн, Бара, Джузиф, Марата, Арнаба, Айн-Ларус, Музра и Консафра. Обе стороны заявляют о крупных потерях со стороны так называемых врагов революции. Субтитры создавал DimaTorzok